Всем привет! На обзоре тема натур-продукт и синтетика. Есть ли разница вообще приобретать что-то из натурального компонента или из синтетики? В принципе, из синтетики мы приобретаем чуть ли не 90%. 99, если я не побоюсь этого слова. Тот же самый Джо Малон синтетика, тот же самый Том Форд синтетика. Галимая синтетика 4711. Ну, тут еще немножечко натурального компонента. Может быть и быть, как розы, как пачели. Монтай. 100% синтетика Мин Нью-Йорк. Дюн Руат, запах аквариума, где плавают мертвые рыбки. Еще плавают. Вот, Шерих. Ну, здесь я полагаю, что есть синтетика и натур-продукт. Почему? Потому что в нем, безусловно, скрывается, знаете как это сказать? Странность. Вот, обычный натуральный компонент, он может немножко разлагаться, его молитвы раскрываются и попадают в осадок. Сгуртовка называется. Вот. Ну, в амуаже, я не знаю, в принципе, натуральный компонент должен присутствовать. Как пищевой краситель. Как самосоставляющая, может быть, и нет. А вот как пищевой, да. Думаю, тема будет очень достаточно коротенькая и быстро пробегусь. Как бы, натур-продукт и синтетика. Это наше все. Это действительно наше все. Точнее, синтетика наше все. Потому что синтезировать ароматы, например, запах стекла, запах пластика, ну, еще какой-нибудь запах, запах камня, гальки, запах облаков, ароматов, грозовых, белых, там, свинцовых. То есть, это можно синтезировать. Натуральным компонентом нельзя это сделать. Во-первых, ну, просто ограничено. Вот, ограничено и все. Плюс еще спирт. Спирт, который добавляется, который ей... Который используется как денатурированный или который используется как просто классический спирт. Вот классический спирт у 4711. От этого идет стойкость, от этого идет шлейфовость, от этого идет вся полная картина. Например, от того же самого шлейфа может идти километровый шлейф и плотность аромата, например, 10 часов держится на коже. Плюс еще что-то на одежду попадает с кожей. То есть, когда флюиды выделяются, они попадают еще сюда. Вот, Джо Малон, ну, безусловно, в качестве красителя, там, например, амбра и лаванда, да, или какой еще, вайлд, дикий колокольчик, он должен быть фиолетовым. Он, говорят, приходит фиолетовый, потом постоит какое-то время на свету, и он становится прозрачным. Все, то же самое. Натуральный компонент в виде красителя. Все. У Том Форда, ну, вот он должен быть желтоватым, с жидкостью, она еще как бы белая еще. Вот. Пожелтеет немножко. Вот. Смысл зацикливаться на натуральном компоненте нет смысла. Вообще никакого нет смысла. И ценовой сегмент здесь говорит нам только об одном. Если, вот, партии небольшие, так же, как и у Мин-Нью-Йорк, тоже, там, из тысячи штук, вот, 407-й, выше. Вот. Это не говорит о том, что ограниченность компонентов, это говорит, что сложная синтетическая составляющая. Вот. Здесь, здесь, конечно, много хайпа по поводу шейха. И натуральный компонент, как основной, он может идти в виде красителя. Ну, и, безусловно, в виде аромата тоже он присутствует, как натуральный компонент, чтобы его услышать. На те же самые патчеры. Их можно варьировать из стороны в сторону. В древесную, в зеленую, в табачную, в кожаную. Вот такими способами. Поэтому натурпродукт, как таковая сущность, она, ну, как бы уже источается. Уходит. Ну, потому что хотим мы, чтобы пах ты уже не классическим таким-нибудь тяжелым ароматом, которым можно все узнать везде. А хочется, например, чего-нибудь аромат мертвых рыбок в аквариуме, плавающих. Вот. Там, бальзоничные оттенки какие-то. Вот. То есть синтетика дает это делать. Стоит ли бежать за натуральным компонентом? Нет. И куда вы побежите? Да никуда. В общем, ценовой сегмент натурального компонента синтетики, он может быть одинаковым. Ценовой сегмент, почему может быть одинаковым? Потому что, во-первых, синтетику иногда очень сложно скоррелировать с чем-либо, особенно со спиртом. Если он хорошо корреляется, подходит к классическому спирту, а не сюда, к классическому спирту, не денатурированному. Они его нахерачат столько качественной синтетики, что он будет и звучать, и будут стойки. Ну, этот, может, часов пять или все. Не больше. Вот. Но почему? Потому что процент спирта, он может быть разный. Здесь может быть 70%, здесь может быть 90%. Даже нет. В этой колонии сейчас идет 80%. Все. 90% ставили, когда делали духи. Духи там... И все вы понимаете, что такое большое разнообразие парфюмерии не дает нам прыгать только в одну какую-то марку. Мы хотим этого, этого, этого. Поэтому и бренды так и раскрываются. То есть, они открывают из своей линейки что-то новое, что-то интересное, что-то нам нужное, так называемое. Что дальше? Из натурального компонента, что могу сейчас добавлять очень много и обильно, это пачули, это ваниль, ну, его не особо много, и лаванду. Может быть, еще и добавляют санталовую древесину, дистилляция. Может быть, идти еще и... Как они его называли? Забыл я его. Вот. Поэтому заморачиваться по этому поводу не нужно. Ну, шалфей может идти еще, кстати. Чаплет шалфей. Ну, это, знаете, это нужно, это целые поля нужны. Гектары, акры шалфея, чтобы использовать какой-то... Туда каплю засунуть. Поэтому, безусловно, я думаю так, что шейх очень себе хайпует. Сильно хайпует по этому поводу, что он использует какие-то натуральные компоненты, что якобы у них там 135-115. Я сомневаюсь в этом. Сильно у меня сомнения. И почему еще делают синтетику? Для того, чтобы сохранить парфюм десятилетиями. Вот и все. Потому что натур-продукт, он при разложении, и он взаимодействует со спиртом, и он все портит. Всю картину. Поэтому натур-продукт сейчас добавляют чуть-чуть. Раньше же как было? Или водоколон лили на себя и умывались. Или духи наносили. То есть, или лить литровой. Ну, вот это вот, 170. Или же, там духов нет у меня, на палец. И то были 5-10-15. Ну, были, безусловно, и другие духи. Там были и по пол-литра духи. Но там, извините меня, и концентрата было больше. Там и звучание было другое. И все это было ограничено. А сейчас разнообразий много. Там соленые, например. Соленые кокосы из франжепани. Тут еще что-нибудь, наверное, есть. Белые давленые цветы какие-нибудь. Вот, все. Здесь тут, ну, мыльцо-мыльцо. Мыло-мыло. Это сейчас в жару такое мыло выходит. А в холоде, все-таки, там больше какой-то зеленого подтекста имеется. Мыло, но зеленое. Здесь я уже говорил. Монтально, понятно. Так, кто у меня Origin Oaks. Я о нем уже делал. Обзор и... Вот эта вот древесина удовая. Вот она больше такая сладковатая, терпкая, прям пронизывающая часть. Не сладости. Именно древесины. Вот. Амуаж бальзамичный. Больше бальзамичности здесь. Ну и шейх, он, безусловно, вот такой как-то фаворит у меня, что ли, выходит. И в жару ему дают какую-то прохладу. Вообще прохладу. Я не знаю. Какой-то папоротниковый. Вот. Я даже не знаю, что это за компонент такой. Какой-то папоротником пахнет. В жару круто открывается. В прохладу, блин, вообще, я не знаю. Прям немножко начинает химозить. Вот в жару ему самое то. Вот. И поэтому стоимость натурального компонента и стоимость синтетики, она может быть одинаковой. Почему? Ну, потому что, как бы, из синтетики можно сделать миллион вариаций. А из натурального компонента, ну, сотни сделаешь. Ну, две, ну, три сотни. Все. То есть, а бренду нужно выпускать продукт и дальше как-то работать. Поэтому натуральный продукт и синтетика, они друг друга стоят. И стоят они, к сожалению, иногда, зачастую, прям, одинаковую цену. И бежать куда-то по этому поводу и, как бы, оценивать критерий, почему он стоит, например, на сейле, он вообще стоил 2,419. Я тогда чуть сидя не упал, пока, блин, я вообще херевал. Я его взял за 4100, а они еще потом снизились, ну, срок вынесли. Если, например, Том Форд, ну, это хайп, тоже хайп, безусловно, хайп, потому что, ну, я считаю, грамотный хайп. Потому что они все-таки сделали, ну, правильно. Правильное звучание, правильные аккорды, молодцы. Вот. Ну, и колония танца 4711, молодцы. Они стали возрождаться, они стали что-то делать интересно. Классический, вот, конечно, фигня на полтора часа. Этот хотя бы часов 5, максимум. Мир Нью-Йорк, безусловно, это прям что-то с чем-то. Это мой бренд, я считаю. То есть это под меня все это сделано. Вот такие вещи я очень люблю. Очень необычно все, что прям вот. Но цены своими стоят. 12 тысяч, ну, не стоят. Ни один парфюмер, ни одна парфюмерия не стоит таких бешеных денег. Это все, я уже говорил, работа, работа и работа. Безусловно, шейх, ну, он использует, хотя он говорит, что использует из 135 компонентов натуральных враньев. Я думаю, что это враньево. Не будут они столько использоваться. Где они? В пустыне используются. Золотом покрыто. Верю. Кристалл Сваровский. Верю. Красивый. Здоровский. На паленках. Ну, я не знаю, где можно паленку найти в оригинальном оформлении. Вот. Ну, вот, в принципе, и все. Весь их хайп. Аромат? Ну, он не стоит таких денег. А сколько я за него заплатил? 19, по-моему. Безумно. Ну, у Ним 7 красная цена, ну, пятерка. 5 тысяч. Вот. Ну, этому вообще тысяч. Я сразу говорю, тысяч. Этому, может быть, 4 тысячи. Три. В том Форду тоже. Сколько он мне стоил? 8400. Ну, пятерка. Они по себестоимости идут пятерку. 5 тысяч. Пять. Ну, меньше, может быть, 4800. Все. То есть, ниже уже просто не уронят. Здесь. 1800 вообще. Себестоимость. Джонова. Это я про оригинальные говорю. А в магазине уже идет накрутка. И вот гонятся за натуральным компонентом. А откуда мы знаем, есть ли натуральный компонент или нет? Нет его. И все. Поэтому забудьте. Вот нравится аромат, покупаете и наслаждайтесь. А потом, если я разонравился, продаете. Как эти многие делают. Вот что я хотел сообщить. В принципе, разница между натуральным и синтетическим компонентом, она огромная. Но в то же самое время, они друг друга стоят. То есть, и без натурального никак нельзя. Ну, и сейчас синтезируют, но все равно не то. И без синтетики нельзя. Потому что, или, во-первых, тот, что натуральный компонент был добавлен, тот натуральный компонент, который был добавлен, его нужно разыграть вот этой синтетикой, другими аккордами. Или же все-таки полностью синтетическое, пожалуйста, в одном фоне. Полная синтетика, пожалуйста, его обыгрывают, шикарно обыгрывают. И правильно делают. Из-за этого еще и ценовая политика и строится. Безусловно, как бы, мы же не у самого производителя покупаем, а через посредник, как в любом случае. И в этом плане, как бы, тут цену диктует тот, кто продает. Вот что хотел сообщить о натуральном, о синтетике. Я думаю, вы все это поняли. В принципе, не нужно ни за чем гоняться. Нравится аромат, наносите, носите. И используйте его. Или, блин, или пользуетесь им, или не пользуетесь им. Кожей пахнет. Вот. Поэтому гоняться за натуральным. Вот некоторые спрашивают, почему так дорого, почему 12 тысяч? Конечно, он не стоит 12 тысяч. Ну, безусловно, тут и вся эта упаковка, весь этот грубик. Вот. Накрутка. При большая, при большая накрутка еще и магазин. Наверное, тысяч на 8. Да нет, на 5. На 5 тысяч идет накрутка большая. Плюс сам еще производитель. Вы сами видели, что какие-то могут быть колпачки. Ну, не очень. Не очень. Вот. Поэтому по теме все. А что непонятно, я думаю, вы сами уже все сообразите. Что ни к чему не нужно гоняться. Даже за теми же самыми раритетами. Теми же самыми винтажами, которые там содержатся на натуральном компоненте. Да, там содержатся натуральный компонент. Безусловно, он по истечению своего срока службы, он просто, ну, станет немножечко такой, знаете, восковым. И вы уже не почувствуете всю ту игру, которую должны были передать в этом плане, в этом аромате. Ну, тут тоже такая, знаете, грань очень, как кубик Рубика. Одна, другая, можно сразу же переделать третью. То есть, если использовать грамотную парфюмерию по назначению и хранить ее так, как это нужно, то все будет зашибись. Все, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok